приветствую вас всех на своем канале вязание статьяной и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику а знаете ли вы что я думаю многие из вас смотрят и и знают о чем она каждому выпуску я готовлюсь и если вам интересно то буду рада если вы останетесь со мной и но вместе с вами повяжем я буду в кадре вязать шапочку мужскую да это для совместного проекта в котором я участвую с незамысловатым узором обычной платочной вязкой и так сегодняшняя тема до моей вот этой болталочки как составить карту желания девочки я думаю многие из вас слышали что это такое может быть кто-то пользуется такой картой и так давайте начнем человек никогда не перестанет мечтать да и верить в сказки это у нас вообще внутри вера в чудо то ли потому что она воспитана на волшебных что верить в собственные силы становится все труднее и труднее и мы страстно начинаем желать выловить золотую рыбку или найти цветик семицветик или встретить волшебника до который прилетит с голубого вертолета ну и так далее но если таких чародеев реальной жизни конечно мы с вами не встречали то тем не менее как говорится есть способ как приблизить желаемое даже его исполнить этот метод называется визуализация и о нем вообще написано тысячи статей снято очень много видео и есть очень много людей кому этот метод на самом деле помог одним из элементов визуализации является так называемая карта желаний да смысл ее состоит в том что все ваши желания и хотения всегда находились у вас на виду это вообще достигается просто вы составляете коллаж из фотографий до иллюстрации например рисунков которые передают ваше стремление к этому наклеиваете все это богатство на лист картона или ватмана и получившуюся вот эту картину вешаете или ставите на видное место чаще всего ее располагают либо возле зеркала или над рабочим столом считается что таким образом вы даете мой мощный такой посыл в силе во вселенную заявляя о своей готовности получить желаемое и тут начинается мистика желание начинает исполняться почему это происходит объяснить наука не может а что об этом вообще говорят духовные гуру вы можете почитать если изучите их творение но здесь есть один нюанс карту желаний нужно составлять правильно в противном случае она либо плохо будет работать либо не так или совсем не принесет желаемого нам результата девочки выпускала кошку как сажусь снимать так она начинает либо и на вход либо на выход так и значит как составить карту желаний на чтобы она заработала полную силу я вам немножечко расскажу у меня есть одна девушка это моя подруга я знаю что она составляла такую карту желаний и хочу сказать что что-то сработало что-то не совсем сработало не знаю по каким причинам у нее не сработала эта карта желаний но скорее всего она над этим еще работает то есть все имеет место быть да значит и так нужно выбрать день когда у вас приподнятое настроение и вы верите да это очень важно то что ваше желание обязательно исполнится переберите журналы выбирая картинки которые максимально близко отражают то чего вы хотите достичь или поройтесь девочки в интернете распечатайте себе эти картинки приготовьте и свою фотографию ту которая вам больше всего нравится и на которой вы очень счастливы возьмите лист ватмана до фломастеры и клей и начинайте творить карта желания составляется по следующему принципу в середине картины должны быть вы то есть ваша фотография слева семья и родственники справа дети и ваше творчество над вашей головой должны быть расположены иллюстрации относящиеся к вашему понятию о благополучии успехе любви снизу располагайте то что относится к знаниям карьере и путешествиям визуально карта желаний по секторам выглядит следующим образом да показать вам не смогу но попробую немножечко рассказать это карта желаний до начинать нужно обязательно с центра то есть вы должны разместить свое фото на нем а после от сектора благополучия и по часовой стрелке все сектора должны быть равны между собой и каждый из них и должен иметь свой цвет вы можете посмотреть цвета в интернете наберете карта желаний там будет яркая картинка на телефоне уж я вам не буду ее показывать в интернете все это в открытом доступе есть девочки там есть картинка и разбита по секторам она и закрашена цветами соответственно каждую иллюстрацию нужно подписать можно от руки можно вырезать слова из журнала но это сделать необходимо потому что без подписи картинки работать не будут очень приветствуются веселые изображения и остроумные пояснения чем оригинальнее тем лучше какие изображения подбирать я думаю что любые которые вам нравятся для сектора благополучия можно вырезать картинки например где изображены купюры до золотые слитки шикарные яхты роскошные виллы ну и тому подобное и подписать например мой доход там 10 миллионов ну естественно вы фантазируйте сами сколько вы хотите для сектора успех могут быть изображение успешного бизнесмена до например дорогого офиса или магазина то что лично для вас ассоциируется со словом успех и надпись например я владелец сети ресторанов по всему миру то есть вы должны свою эти вот мечты перенести на лист вот этого ватмана для любви и отношений фотографии вообще выбрать счастливых пар для детей изображение радостных и веселых деток для сектора мудрость можно выбрать фотографии или портреты философов и мудрецов да и написать любимую цитату например в общем включайте свою фантазию делайте так как чувствуете вот и все все очень просто да ваша карта желания она готова теперь осталось только повесить ее там где она будет часто попадаться вам на глаза и верить что все задуманное обязательно исполнится есть еще несколько правил которые вы должны соблюдать при составлении личной карты желаний вы должны искренне верить в то что она будет работать и ни в коем случае в этом не сомневаться вы делаете личную карту сокровищ помните об этом поэтому используйте только те картинки которые отражают именно ваши желания а не те которые хотела бы для вас ваша мама например коллеги по работе или ваши друзья составляйте ее из ваших предпочтений именно то что хотите именно вы в надписях нужно использовать только позитивные утверждения ни в коем случае нельзя использовать частицу не например да вместо того чтобы написать я не толстая нужно перефразировать и подписать я стройная не писать например да я не курю а красивую вывести я бросил курить на вашей карте желания должны быть только яркие красочные радостные изображения вы когда будете ее составлять вы должны девочки об этом помнить никаких черных и серых тонов до никакого негатива там не должно быть быть вообще не используйте в надписях слова хочу подписывайте так как будто у вас это уже есть не пытайтесь исправить прошлое с помощью карты все ваши желания должны быть обращены только в будущее но уже готовой карте нужно написать фразу все мои желания сбываются легко и без усилий не причиняя вреда не мне не окружающим вот такие несложные правила для того чтобы правильно составить карту желаний теперь вы знаете как составить карту желаний сделать так чтобы она начала работать если вы все еще сомневаетесь то скажу да что у всех людей которые добились в жизни успеха самостоятельно без всякой помощи богатых родителей богатых родственников и так далее на есть такая карта желаний они добились того о чем мечтали почему бы и вам не сделать то же самое творите будьте счастливы и пусть ваше желание обязательно сбудутся девочки и так девчонки если вы еще не соскучились и продолжаете дальше вязать то предлагаю продолжить про карту желаний мы с вами поговорили дальше хочу рассказать как справиться с душевной болью так значит душа это то что не поддается объяснением да и и не видно ее невозможно пощупать узнать размеры или понять из какой материи она все-таки состоит но то что она есть это бесспорно и это именно тот кусочек человека который отвечает за все его действия мысли и чувства именно она при кажущейся твердости самое хрупкое и уязвимое место душу очень легко ранить разодрать в клочья разрезать на части а вот собрать ее а заново до сшить золотать да вот эти вот потерянные кусочки очень непросто иногда даже бывает очень совсем непросто и даже если вы обладаете очень стойким и твердым характером и никогда и не никому не покажете что вам не просто вы все равно знаете смысл выражения душа болит и болит она с каждым днем все больше и больше заставляя вас окунаться в пучину грусти и тоски страданий тревог до если оставить все как есть не делая попыток излечить раненую душу то она просто умрет а вместе с ней и вы как человек как личность как индивидуальность а допустить этого нельзя вы сами отвечаете за свою душу точно так же когда как она отвечает за вас дам несколько советов о том как справиться с душевной болью и очень надеюсь что они вам помогут и вы сможете восстановить свои душевные силы вот свое душевное равновесие ситуации которые могут вызвать у человека душевную боль вообще очень много и если это расставание с любимым человеком нанесенная обида глубоко запрятанный гнев или зависть то это один вид душевной боли если душа рыдает от безвременного ухода близкого человека неосознанной детской травмы потери потери жизненной цели это другое каждый из этих болей требует индивидуального подхода до огромной работы и вселенского терпения ваша первая задача это понять что душевная боль не является злом это жизненный этап который хоть это и звучит странно сейчас в этом состоянии дает толчок к развитию и совершенствованию а вообще сделаю небольшое отступление наша душа имеет способность перерождаться я думаю многие об этом слышали то есть самоочищаться и восстанавливаться но мы сами убили в ней эти способности подстраиваясь под общество скрывая свои эмоции надевая маски чтобы выглядеть так как нас желают видеть окружающие мы загнали свою душу в такой угол что ей стало проще просто потихоньку исчезать чем бороться так что давайте восстанавливать то что сами же и разрушили трудно с усилиями больно но это необходимо когда человек испытывает душевную боль он ощущает себя раздвоенным жизнь стала делиться надо и после круговорот навязчивых мыслей только усугубляет это состояние взять бы и выгнать все плох все плохие мысли из головы огромным веником как нет же не получается мы возвращаемся в прошлое до представляя как бы повернулась ситуация если бы вот это и есть самый первый главный корень зла наши мысли немного облегчить душевную боль поможет избавление от негативных мыслей придумывание возможных сценариев развития отпустите прошлое она уже прошло и никогда к нам не вернется и изменить его вообще невозможно можно только сделать выводы и начать жить с учетом сделанных ошибок конечно скажете вы да говорить легко а вот сделать я полностью с вами согласна сделать это невероятно трудно но ради своего же блага своего спокойствия и мира в душе нужно стараться через силу на автомате но начинайте общаться с людьми не подругами и родственниками которые сами того не желая но будут бередить вашу душевную рану вам нужно найти другой круг общения до нужно можно зарегистрироваться на сайте там знакомств соцсетях каких-либо записаться на кружок на работу в какой-нибудь детский сад на полставки не знаю нянечкой вам нужно силой разорвать круг который сейчас вас окружил вы должны осознать что душевную боль вы подпитываете сами своими эмоциями и пока вы будете это делать рано вашей душе не затянется также вы тоже должны это знать и понимать душевную боль практически невозможно излечить полностью ее можно притупить локализовать снизить градус до эмоций полностью восстановиться после душевной травмы под силу только очень сильным людям я очень надеюсь и верю что вы именно такой человек и все у вас получится всегда и везде постоянно твердите себе что вы сильный уверенный спокойный человек сейчас вы этого не чувствуете но самовнушение вещь не просто полезная она может творить чудеса засыпая вечером просыпаясь утром говорите себе сегодняшний день будет лучше чем вчера я сильный у меня все хорошо и с каждой минутой становится лучше это тоже необходимое упражнение и она действительно работает самовнушение девочки обязательно нужно очень хорошо помогает справиться с душевной болью забота и помощь тем кто в этом нуждается предложите свои услуги в хосписе например больницы детских центров то есть помогая другим людям избавиться от боли да вы сами станете освобождаться от своей боли да это не просто сделать но нужно пытаться еще один совет как избавиться от душевной боли живите настоящим моментом до поясню если вы зависли над пропастью то вы не будете думать о том как классно наверху и как страшно внизу вы будете очень медленно делать маленькие шажочки пробираюсь к вершине и думать вы будете только о следующем шаге и вот так сантиметр за сантиметром вы и доберетесь до самого безопасного места также и в жизни до сосредоточьтесь только на текущем моменте например пять минут потом следующие пять минут и еще поверьте такой подход немного успокоит раненую душу и вам станет легче и такими маленькими шажками вы обязательно доберетесь до своей вершины где нет душевной боли где светит солнце и начинается настоящая красочная увлекательная жизнь которую вы создали себе сами своим трудом терпением и верой что все будет хорошо так что работайте над собой девочки делайте свою карту желаний боритесь душевной болью чего бы вам это не стоило бывают жизни разные моменты и люди уходят и прямом и переносном смысле и бросают любимые люди но нужно дальше жить несмотря ни на что то что нас не убивает делает настолько сильнее такая жизнь до такая судьба но нужно жить верить встречать каждое каждый новый день с улыбкой поэтому работайте над собой будьте счастливы и я вам говорю девчонки до новых встреч всем спасибо что остаетесь со мной и пока пока